17 мая 2018 года войдет в историю города Новозыпково Брянской области как знаменательный исторический день. Епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир совершил чин обновления старейшего храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы и возглавил в нем Первую Божественную Литургию. Этого момента горожане ожидали несколько лет. Проходя мимо здания храма, многие наблюдали, как Дом Божий, подобный могучему дереву, медленно, но верно растет в Ишину, с каждым годом приближаясь к историческому моменту своего освящения. В 1999 году местные жители начали восстанавливать храм. Возвращены были и иконы, хранящиеся у прихожан. За годы плодотворных трудов храмовая территория, внутреннее убранство Богородичной Церкви значительно изменились на глазах новозыпковцев. Многим из них посчастливилось стать сопричастниками возрождения храма, приняв деятельное участие в его обновлении. Уникальная история этого храма, это очень значимое событие сегодня будет происходить. Я думаю, оно должно быть вписано в историю не только Русской Православной Церкви, но и в историю города. То, что храм восстановили, то, что наконец-таки престол осветили, по-моему, это очень значимое событие. Обновление храма – это не только историческое событие для новозыпковой клинзовской епархии, но и для всего православия. Чтобы он наполнялся, и не просто наполнялся, а чтобы он стал кораблем спасения дух человеческих. Потому что и храм обновляется, но самое главное, что в храме обновляются и человеческие души. Это призвание и храма, и священнослужителей – постоянное духовное обновление. Радостью святились лица прихожан от архиерейского богослужения. Много еще будет святых минут, когда люди будут приходить для очищения и спасения своей души в этот небольшой островок духовной чистоты и веры. Продолжение следует...